Я, Сараегин Эдик, вступая в ряды Всесоюзной Пионерской Организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал Великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза. Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители, с вами Вячеслав Кокляров. У меня все хорошо, все замечательно. Чуть-чуть. Вот, решил этот небольшой ролик записать, чтобы для определенного количества людей была донесена информация, что все хорошо, не волнуйтесь. Ролики почему-то не пишутся по более банальным причинам. Я вот предпринимал, вот сколько это, не получалось ничего писать, вот этот решил так, ни о чем и обо всем, да, поговорить. Мне вот понравилось выступление нашего замечательного товарища из Польши, Габриэля Петровича. Я, конечно, Габриэль с тобой во многом согласен. Поздравляю всех граждан СССР. Говорит товарищ Габриэль Петрович из Польши. Хочу поблагодарить Солгутману, известному советскому благеру, Сергею Тарасову. Благодарю тебе, Сергей, за информацию из твоего канала на всех приоритетах концепции общественной безопасности. Особенно благодарю тебе за ролик о Солтовой земле. Да, Солтовая земля. Это есть победа СССР на первом приоритете КОП и ДОТУ. Да, по-другому, мы можем воевать, если земля есть такая маленькая, кругленькая, как говорят академики и других государств. Даже Польша. Польша тоже такая же корпорация, как все другие. Польша управляет такая свобода, генномодифицированная. Да. Сергей знает, что такая свобода тоже основала СССР. Советский человек, это есть русский человек, которому добавили эти существа генномодифицированные. Сергей, ты спроси Елену Мурашко из Министерства юстиции СССР. Какие космосы она хочет, чтобы летали граждане из СССР? Да. А было не Мурашко Вечеслав Котлеров ролик сделал. Наверное, не греба Вечеслав. Извините. Вечеслав не греба. Мне кажется, что Сунин Греба будет очень хороший президент. Украинской, советской, социалистической републики. Да. Ну. Мне кажется, что Вечеслав Котлеров высказывал все информации, благодаря которым СССР можно восстановить на всех приоритетах COVID-19. Вечеслав Котлеров сказал, что космические корабли делают в Харкове эти вездеходы на Арктику. Да. Вокруг земли есть Антарктида. Барьер лодовый, который можно преодолеть благодаря Арктику. Да. В СССР нужна новая идеология. Поэтому, что советский социалист проиграл борьбу с американским капитализмом. Да. Поляки тоже предали родину Польскую Народную Республику за Джинс и Левис и Кока-Колу. Да. Я родился 4 июля 1987 года. Я хотел бы, чтобы снова был маршавский договор. Да. Только нужно название поменять на краковский мир. Три слова. Советский на славянский, социалистический на солидарный и Арконы и законы на коны. Славянские коны должны быть в этой пресиаде. Если такая будет присяга, СССР может в Польше присоединиться. И другие страны маршавского договора. Да. Хочу сказать, что в этой области ошибиться в часах котлеров. Новый СССР будет больше, а новые 15 стран. Да. А это не будет раз в России на 15 государств. Нужно присоединить Кобу, Афганистан, Сирию, Литвию, Корею. Да. СССР нужно сделать договор с Коммунистическим партией Китая. Да. Да. Я не знаю странные языки. Литвийский язык. Я бы хотел из рамени администрации СССР поговорить с Фиделем Кастро. А дальше главой Карелии. И тоже с Афганцами. Присоединием Афганистан к СССР. А за Афганцами, которые сейчас на западной Европе, можно сделать армию СССР. Даже это будет армия нового маршавского договора. А беженцы из Европы отправим. Сперва на Мадагаскар. А потом на Антарктиду. И раз тут пальмы. Как говорит Габриэль. Ичасов Каплеров. Поздравляю всех граждан СССР. Говорил товарищ Габриэль Петрович из Польши. Я, конечно, Габриэль с тобой во многом согласен. Но я хочу донести уважаемые слушатели и зрители все-таки свое мнение по поводу СССР. Как оно еще в каком ракурсе есть. Конечно, СССР, если брать по большому счету, только правильный СССР, нужно и можно строить. Во-первых, СССР должен быть сразу по всей соте. Без исключений. Представляете, вы плывете на подводной лодке, в одном отсеке вы СССР строите, а в другом отсеке какой-то умалишенный обшивку корабля дырявит. Ну и долго вы на такой лодке проплывете. Масштаб аксоты нужно строить СССР полностью. И, естественно, должны впереди планеты быть всей славяно-язычной, потому что у нас на самом деле-то и предки и жили, если современным языком сказать, в коммунизме. Вот. Был самый настоящий рай на Земле тысячи лет назад. Вот. Но потом, видите, нас оккупировали. Вот. Поэтому, ну, тот в том виде, те люди, которые пытаются построить СССР, неважно, там, с лагеря, там, германского или российского. Это... Это не тот СССР. Это... Возводится СССР для нашего с вами уничтожения. Настоящий СССР, который там 40 тысяч лет назад был, это... это можно и даже нужно строить. Но как? Вот представьте, во главе, что у одного СССР, шоу другого, стоят люди, которые даже не знают элементарного, что наша планета в миллионы раз больше. Там, миллиарды. Что за антарктическим кругом находятся новые земли. Это... Кто нас это... Кто нас идёт... Помните, я ролик снимал? Куда мы идём? Лживые пророки и так далее. Я не съезжаю со своей темы и буду настаивать. Тот СССР, который сейчас строят, он утопический. СССР только может быть построен только... Первое, это когда до людей дойдёт, что планета гигантская. Вот. Осознание. Поэтому, пока возможно мне нечего добавить. Ну, не знаю, хотя бы 2-3-4 человека всё-таки может положительно среагируют на мой ролик. Потому что я стараюсь не забывать. Не идёт. Вы знаете, вот не идёт. Не знаю почему. Уже сколько дней прошло. Я включаю микрофон и... Тишина. Тишина. Наши свечи зажжёны вновь. Так печально и грустно. Из лишних слов. Ну, наверное, всё. Для небольшой группы людей этот ролик, я думаю, маленький был всё равно приятным моментом. Ну, а остальных буду блокировать в комментариях. Вам заняться нечего. Тех, кто злопыхатели. Вам в жизни удовольствие прийти на канал Вячеслава Котлярова и какие-то глупости написать. Весь смысл жизни. Вот. Поэтому к фанатам СССР я обращаюсь. Если его строить, так в масштабах все и соты. Невозможно на подводной лодке в разных отсеках строить два разных государства. Одни будут, так сказать, заделывать пробоины, а другие их будут ковырять. Нет. Нет. Да и те люди, которые назывались груздями, они, если не знают элементарных вещей, что над нами купол, что полётов в космоса нету. О чём с ними можно говорить, если они даже не знают, что нету полётов в космос. Поэтому они, я уже, как говорится, сделал доброе дело, обличил. Для многих людей предельно ясно и понятно, что тот СССР, который нам навязывает, это трагедия, катастрофа. Да и вообще, я хотел сказать, вообще СССР это всё фигня. Вот это приколы от тёмных, вот эти, знаете, аббревиатуры, КПСС, СССР, США. Вот эти аббревиатуры, это вообще зло, я вам скажу это. Сразу, если есть аббревиатура, это всё. Надо или вспомнить, как наши предки это называли, свой образ жизни, или самим придумать. Давайте строительство славянского мира. Ну, опять аббревиатура появляется, да? СССР. Вот куда они, хоть Верть Крудь, хоть Крудь Верть, а нас навязали на аббревиатуры. Вот, становление человеками. Вот давайте человеками становиться. Я думаю, если люди станут человеками, то СССР автоматически будет строиться. Ой, всё никак не могу, да, нажать кнопку. Какая-то мысль придёт. Ну, я понимаю, получилось всё сумбурно. Постараюсь к будущим роликам подготовиться в надлежащем виде. Вы заметили, у меня иногда высказывают довольно-таки положительные ролики. Есть люди, я читаю, выдохся. Ужас. Да чтоб все так выдыхались, как я. Всё. До свидания. Всего доброго. До новых встреч в прямом эфире. Пока-пока.